МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Увеличили казну. Депутаты Рязанской городской думы приняли изменения в городской бюджет на 200 с лишним миллионов рублей. Мама и офицер. Накануне праздника Дня матери наша съемочная группа пообщалась с той, кто удачно совмещает эти два служения. Рязанские художники атмосферно простились с осенью постельными натюрмортами. Сегодня депутаты Рязанской городской думы увеличили доходы и расходы городского бюджета на 206 миллионов рублей, в том числе за счет дополнительных выступлений в 126,6 миллионов в качестве межбюджетных транспортов. На что конкретно пойдут деньги, расскажем далее. Львиная доля новых поступлений в городскую казну – это так называемые «школьные деньги». Межбюджетными трансфертами из вышестоящих бюджетов общий объем дотации увеличен на 147,8 миллиона рублей, 145,5 из которых пойдут на организацию получения общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования. Станут больше доходы, а соответственно и расходы на транспорте. Впрочем, главный вопрос включал в себя не только это. В связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов увеличивается ассигнование на 86,3 миллионов рублей. В том числе 19 миллионов рублей на возмещение недополученных доходов предприятиям транспортов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан. На оплату труда 18,2 миллионов рублей, в том числе на увеличение фонда оплаты труда органов местного самоуправления в связи с индексацией на 4%, 6,6 миллионов рублей, 12,8 миллионов рублей заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров, 10,2 миллиона рублей питания детей в детских садах, 10 миллионов рублей оплата коммунальных услуг учреждений подведомственных управлению образования молодежной политики администрации города Рязани. Кроме того, 4 миллиона 200 тысяч рублей власти направят на благоустройство главных площадей и парков, скверов имени Маргелова и Нособорной, площади Победы, Лесопарка и Нижнего городского парка. Изменения в бюджет депутаты поддержали единогласно, как и обустройство новых мемориальных досок рязанцам, погибшим в СВО на Украине. Таблички на фасадах двух школ, 1-й и 67-й, установят за свой счет ветераны-патриоты. Герои Семен Суховской и Евгений Штонда. Тексты на табличках будут практически идентичны. В этой школе учился гвардия капитан ВДВ Евгений Николаевич Штонда. Героический погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества посмертно. Маленький нюанс. Ранее с представителями администрации депутаты договаривались устанавливать мемориальные таблички только на отремонтированных фасадах школ. Эту традицию в мэрии пообещали неукоснительно соблюдать. О компенсационных выплатах по уходу за пенсионерами в СМИ говорилось не раз и о размере, о том, кому они положены. Однако информацию эту успели исказить. Сумму выплаты в СМИ увеличили, а перечень лиц, кому она положена, расширили. В общем, породили новые мифы. У нас информация более точная. Самый главный миф касается размера компенсационной выплаты. Завысили ее аж в два раза. А на самом деле сумма составляет 1200 рублей в месяц, говорят в пенсионном фонде. И если размер ее изменится, то ПФР сообщит об этом дополнительно. Выплаты по уходу могут оформить только трудоспособные граждане, которые не работают, а также не получают пенсии и пособий по безработице. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц и выплачивается с пенсии, назначенной нетрудоспособному гражданину. В пенсионном фонде напомнили, что оформить компенсационную выплату могут как родственники, так и знакомые, соседи или друзья. То есть те, кто фактически осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином и вне зависимости от совместного с ним проживания или родства. Образцы заявлений размещены на сайте ПФР. Его, как и заявление о согласии, можно подать как в печатном, так и в электронном виде. Все подробности можно узнать на сайте фонда. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Сезон распродаж «Горячая пора» не только для продавцов и покупателей, но и для мошенников. Они активно используют ажиотаж вокруг скидок, играя на желание сэкономить. Кибермошенники тоже не дремлют. Их цель та же – деньги шипоголиков. Существует несколько схем, ставших уже традиционными. А топ-3 схем мошенников расскажем далее. Самый распространенный способ мошенничества – это создание так называемых фишинговых сайтов. Они полностью копируют сайты привычные. Даже ссылка в адресной строке почти такая же. Отличается на одно-две буквы. Вот на это как раз и следует обратить внимание. В лучшем случае при покупке товара с такого сайта можно перевести деньги в никуда. В худшем – данные банковской карты попадут к мошенникам. Поэтому адресную строку нужно проверять внимательнее. Одна из схем кибермошенничества является так называемый дорогой подарок. Человеку звонят, как правило, представляются сотрудниками рекламных фирм или различных торговых компаний. И сообщают ему о том, что он выиграл приз. Но для этого надо заплатить комиссию. Или сообщить данные своей банковской карты, в том числе и код на обратной стороне карты. Поддавшись на эти условия, человек рискует лишиться всех денежных средств. Другая схема получила название «Вам письмо». В этом случае киберпреступники рассылают рекламные письма. Прийти такое может на электронную почту или в один из мессенджеров. В письме рассказывают об ограниченных акциях, подробности которых можно узнать по ссылке. Как раз задача мошенника – заставить человека перейти по ней. И либо он попадет на все тот же фишинговый сайт, либо скачает вирус. Вредоносный код даст киберпреступнику доступ к онлайн-банкингу. Или позволит перехватывать сообщения, в том числе и от банка. При совершении покупок в интернете необходимо помнить о правилах киберграмотности. Особенно в нераспродаж, когда желание сэкономить может рассеять ваше внимание и бдительность. Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений, полученных вами от неизвестных отправителей. Не размещайте данных своих банковских карт на подозрительных сайтах. Адреса онлайн-площадок, которые посещаете наиболее часто, желательно сохранить в закладках. Сотрудники банка советуют и вовсе завести отдельную карту для онлайн-шоппинга. При таком подходе на нее можно вносить необходимую сумму перед покупкой, либо установить лимит трат. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Традиционно День Матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на 27 ноября и справляется на официальном уровне 25-й раз. В преддверии праздника мы расскажем о матери необычной – женщине в погонах. Как ей удается совмещать службу и материнство, выяснял Валерий Седов. Евгения Панова – мать двоих детей. Ребята активные, во всем стараются помогать родителям. Вот и пирог на праздничном столе, например, испек старший из них – Вадим. Младший лев старается брату ни в чем не уступать и тоже берет на себя часть обязанностей. Спортивные такие, активные у меня мальчики. Несмотря на это, все равно помогают мне по дому. Вадим очень любит готовить, поэтому выходные они с отцом берут на себя обязанности эти. А помогать маме есть в чем. Не всегда на домашние хлопоты остаются силы. Вот семья и выручает. А работа у Евгении непростая. Здравствуйте. Сама полиция Панова. Евгения Панова в Росгвардии три года. Она инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы. Сейчас проводит проверку владельцев оружия, его сохранность и наличие всех разрешений. Разрешение на Сайгу. Евгения работать в силовых ведомствах никогда не планировала. Никогда не мечтала вносить погоны, проводить проверки. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Девушка дослужилась до лейтенанта, а работа нравится. Говорит, ни о чем не жалеет. Проверка завершена, нарушений нет. Совмещать работу и семью задача непростая. Чтобы и в Росгвардии дела вести на должном уровне. И семья о матери не стала забывать. Евгения поделилась своим секретом. В секрет, наверное, в сплоченной семье, в их поддержке, взаимопонимании. Это, наверное, самое главное. Что есть оборы, есть поддержка и есть понимание. День матери – праздник для России уже традиционный. Хотя широко до сих пор не отмечается. Дети дарят мамам подарки, зачастую сделанные вручную. Так и Вадим с Левой наверняка готовят сюрприз для Евгении. Которой все-таки удается оставаться и хорошей сотрудницей, и хорошей матерью. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанское муниципальное предприятие «Детское питание» проводит серию кулинарных мастер-классов для детей. Как сообщает на сайте мэрии, главное – обучить детей основам правильного питания. Кроме того, одной из важных задач является профориентация и популяризация профессий повара-кондитера. Мы запускаем серию мастер-классов по кондитерским изделиям. Сегодня мы с вами научимся готовить вкусные кексы, которые покажут нам, что питание полезным может быть не только полезным, но и вкусным. Я вам представлю серовую Наталью Геннадьевну, предоставлю вам ее ей. Она вам объяснит, как готовить, покажет от начала до конца. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Наталья Геннадьевна. Сейчас мы с вами будем готовить вот такие пироженки. Скажите, кто знает, что это за пироженка? Что это? Кекс. Как называется? Кекс. Первый такой мастер-класс провели в школе номер 15. Под руководством специалистов детского питания ребята приготовили песочные корзиночки с кремовой начинкой. После этого состоялось чаепитие и дегустация. Учащиеся смогли убедиться, что блюда, приготовленные по традиционным рецептам из доступных продуктов, могут быть вкусными и красивыми. Хотя Золотая осень в этом году раньше времени оставила город, мотивы, вдохновляющие поэтов и художников, еще уместны. Поэтому на прощание с этим романтическим временем в салоне на Старом Перекрестке до середины декабря работает выставка рязанских авторов «Осенние мечтания». Поучаствовать в выставке решились 27 художников региона. Это именитые известные авторы, например, Виктор Грушиновицкий. Он представил поэтичный пейзаж с копными, прозрачный осенний воздух и золотой свет осени в состоянии этой картины. Так и новые имена, например, Владимир Федоров. В его атмосферных полотнах небольшого формата осень совсем иная. Пасмурная, дождливая, с контрастами свинцового неба и золотой листвы. Осень разнообразна цветами, поэтому художники любят ее писать. Урожайность, красота природы, поэтому много натюрмортов с цветами, с яблоками, с фруктами. Акрил, масло. Здесь представлены пастель, акварель. Здесь представлены у нас прекрасные художники с яркими работами. Вот Потапов Олег, например, сделал прекрасную маслом работу. Член Союза художников Кольцева Юля. Их интересно разглядывать. У нее цветы, птички. Вот это вот вблизи даже можно интересно посмотреть детали. Какие-то ягоды. Абстракции и экспрессия. Реализм и фантазии. Работы в технике акварелей, масляной живописи, акрилы и пастели. Каждый автор воплощает видение осени по-своему. И даже одни мотивы звучат по-разному в исполнении разных художников. Хотя вдохновение зачастую каждый из них черпает совсем рядом. Из простых вещей. На лугу набрала вот такой засохший уже отсветший букетик и красный цветочек. В вазе яблоки у меня лежали с моего сада. Гранат получился как бы с цветочком, чтобы прикликался. И вот такой спокойный тюрмортик получился. Марина Ибрагимова художник народного творчества. Ее основная стезя – вышивание. В кругу художников она известна как акварелист. Но пастель, по ее признанию, лучше всего помогла передать осенняя Марева. Выставка продлится до 15 декабря. Успевайте попрощаться с осенью в многочисленных ликах, запечатленных на полотнах рязанских мастеров. В салоне на Старом Перекрестке. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова